И снова здравствуйте, уважаемые родители. Ну, продолжаем. Я думаю, мы сегодня заканчиваем разговор о кишечных инфекциях. И здесь даже я хочу вам рассказать не только о кишечных инфекциях, которые вызываются бактериями. Есть вирусы, которые вызывают картину кишечного заболевания, хотя на самом деле относятся к группе острых респираторных заболеваний. Если мы говорили с вами на прошлых лекциях, что кишечная инфекция попадает в организм через рот, то ее нужно съесть, то вирусы, вызывающие как побочный эффект, это проявление кишечной инфекции по носу, рвота и так далее, попадает в организм человека через респираторный тракт. Эти вирусы называются энтеровирусы или инфекция энтеровирусная. То есть, мы говорим о вирусе, и попадает он в организм воздушно-капельным путем через слизистые оболочки рта, носа, при кашле, насморке и так далее. А вот клинические проявления его не только в виде насморка, кашля, повышения температуры и так далее, но и связаны с нарушением слизистой желудочно-кишечного тракта, а именно по носу и так далее. И вот здесь очень четко нужно различать. Во-первых, по носу практически без изменений. То есть, в горшке мы видим только разжиженный стул. Иногда даже каловая масса имеет определенную форму, но присутствует жидкость. Если мы говорим о памперсах ребенка, которые можно посмотреть, то мы там видим очень своеобразную картину. То есть, вроде как жидкость всосалась в памперс и такое пятно на нем. И присутствуют какие-то, ну, там, оформленные или не очень оформленные каловые массы. И при этом ребенок вот болеет. У него температура, у него там какие-то катаральные явления и так далее. Это энтеровирусная инфекция. И вот антибиотиками такие вещи лечить не надо. Бессмысленно, потому что вирус антибиотиками не лечится. Вы даете чисто симптоматическое лечение, побольше жидкости, побольше теплого. Какие-то, может быть, соки и витаминные сборы. Для того, чтобы подержать ребенка, лечите его катаральные явления. И все через несколько дней, все проходит, в общем-то, само. Вот здесь, да, надо очень четко дифференцировать. Еще какой момент. Кишечная инфекция практически одновременно начинается с высокой температуры, с симптомом интоксикации и поносом. При энтеровирусной инфекции есть временное отличие. Временная разница. Сначала начинаются катаральные явления, то есть кашель, насморк, какие-то проявления, может быть, температуры и так далее. И только там через день, два, три присоединяются явления, энтеритные явления поноса. Вот это практически наверняка энтеровирусная инфекция. Казалось бы, какая разница? Принципиальная разница в лечении. Ну и в тактике, соответственно. Потому что энтеровирусные инфекции друг друга заражают через респираторный тракт, через слизистые оболочки рта и носа. А вот кишечная нет. Поэтому это вот прежде всего касается больного ребенка и других здоровых членов семьи. То есть при кишечной инфекции изолировать бесполезно, нужно соблюдать просто гигиену. А вот при интеровирусной инфекции надо изолировать. Потому что чихнет и возникнет интеровирусная инфекция. Она передается таким образом. Ну и еще один момент, который надо различать. Иногда бывает, скажем, на фоне полного здоровья. Вроде ничего нет, ребенок нормальный, ребенок хороший и так далее. И вдруг срыв в кишечнике, там появился понос несколько раз и так далее. Могут быть в этой ситуации две вещи. Вещь первая – аллергическая реакция. Аллергическая реакция может протекать не только в виде сыпи, не только в виде одышки, не только в виде насморка и так далее, но и в виде поноса. Так называемая кишечная аллергия. Чаще всего, конечно, она возникает на какой-то продукт. Но бывает не только на продукт, бывает практически на все что угодно. Иногда даже на стресс. В стрессовом состоянии у ребенка может произойти кишечный срыв. То есть в этой ситуации, опять же, никаких примесей в стуле нет. Просто жидкий, иногда оформленный, иногда полуоформленный стул. Иногда это может быть просто вода. Но как только убирается аллерген или как только прекращается стресс, очень быстро все налаживается само. Здесь тактика вашего лечения должна быть противоаллергическая. Не надо давать некие кишечные там препараты. Исключительно только противоаллергические вещи. Кроме всего прочего, могут быть так называемые ферментативные нарушения. Во-первых, довольно большое количество детей обладают, к сожалению, вернее не обладают, к сожалению, возможностью переваривать тот или иной продукт. Чаще всего это молочные продукты и так далее. Поэтому при нарушении диеты, обычно родители знают такую особенность своих детей, естественно, кишечник всегда реагирует. Кроме того, соответственно, восстанавливая диету, все проходит. Кроме того, нарушения могут быть связаны с какими-то ферментативными другими нарушениями. Ну, например, нарушена диета у ребенка, скажем, перебор жирных продуктов, ферментативные сыры, ферментов, не хватает для расщепления этого количества жира. И все это выходит в виде поноса. Вы сажаете ребенка на диету, даете какие-то те же био-йогурты, и восстанавливается флора, которая помогает расщеплять белки, жиры и углеводы в кишечнике, и все восстанавливается. Ну, помимо всего сказанного, существуют, конечно, такие нехорошие существа в природе и в организме человека, как паразиты, глисты, грибки, кандиды, различные лямблии и так далее. Они тоже благополучно вызывают в определенные периоды вот такие срывы кишечника, вот. Но как это лечить, как заподозрить? Ну, во-первых, мы говорили о глистах достаточно подробно. У нас был целый курс лекции по поводу глистной инвазии и его лечения. Вот. То есть там, в общем-то, все сказано было. По поводу лямблии тоже могут быть срывы, но здесь такие неопределенные периодически боли в животе, неясные, ухудшение аппетита. И на этом вот срыв нормального стула, отсутствие, там, по носу, скажем, через какое-то время само это восстанавливается. Это носит характер хронический. То есть то появляется, то исчезает, то все нормально, то опять. И вот здесь проблема заключается в том, что те же лямблии, те же грибки, они очень плохо выявляются. Поэтому в анализах может быть долгое время все в порядке. И здесь я советую вам просто пролечиться. Может быть, даже это будет с профилактической точки зрения, но пролечиться, пролечить всю семью, пролечить домашних животных, вот, потому что очень часто они являются источником передачи, ну, и иногда не только источником, но и жертвами. То есть не только животные заражают людей, но и наоборот, может быть. Поэтому вы лечите всех, соблюдайте правила гигиены, то есть меняется и очищается постель, игрушки и так далее, и так далее. Вот. Ну, и средства, которые лечат эти инфекции, мы об этом говорили многократно, вы можете это найти в наших сайтах, в наших обсуждениях. Есть различное, огромное количество очень неплохих народных способов и не продается в государственных аптеках. Вот. Все это мы говорили многократно, я не буду сейчас это повторять. Просто имейте это в виду. Понятно, что вот та информация, которую я вам сейчас выдал, она требует осознания, требует какого-то вот проникновения в нее. Но когда обычно случается проблема, то довольно часто вы теряетесь, не знаете, на что обратить внимание и так далее. Вот здесь я опять лишний раз призываю вас обращаться к специалистам, советоваться, объяснять, в чем дело, и желательно получать совет до того, как вы начали какие-то действия. То есть сразу, когда у ребенка что-то случилось. Потому что, ну, я понимаю людям, скажем бы, далеким от этих знаний, от этих профессий, не имеющих опыта работы и опыта контакта с такими болезнями, очень трудно сходу определить, дифференцировать. Здесь мы готовы вам помочь. Я думаю, любые специалисты с удовольствием вам помогут. Поэтому обращайтесь, советуйтесь. Всегда получите совет и помощь в лечении, вот в поведении вас с больным ребенком. Ну, лучше, конечно, чтобы вы занимались профилактикой, были здоровы, чего я вам настоятельно желаю. И, как говорится, до новых встреч. Берегите себя. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok